Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Сегодня вынуждена вернуться к теме вредителей. Было видео, как избавиться от тли на рассаде перца, где я показывала препараты, рассказывала, как избавиться от тли. Тут же начали приходить вопросы, а как избавиться от белокрылки? Ну, я даже не подумала о том, что нужно пояснять, что вот эти вот все препараты, которые я показывала, они не только именно какой-то от тли, какой-то от белокрылки. Если вы обрабатываете этими препаратами, вы убиваете всех вредителей. Тут даже на пачке написано от тли белокрылки. И сзади на инструкции тоже все написано. Единственное, что могут быть разные дозировки, я об этом уже говорила, для трипсов нужно более концентрированное. Тля у нас нежненькая, ей нужна меньшая концентрация. И девушка пишет, ну вы же рассказывали об опрыскиваниях, а у меня вылазят из земли, там какие-то белокрылки или кто. Но дело в том, что, ну вы прочитайте хотя бы инструкцию. Вот, например, препарат инфектор. Тут же написано, что можно полить почву вокруг растения. Если вас беспокоит именно насекомое или что-то в почве, ну вы можете полить почву, можете опрыскать. А вообще, я вот даже теперь буду показывать, как я опрыскиваю. Вот я опрыскиваю растения. Нужно, чтобы капельки остались на листьях как можно дольше. Листики это все впитают. И вы же понимаете, как хоть трипсы, хоть тли, хоть белокрылки, они все питаются соком наших растений, нашей рассады. И если вы сделали опрыскивание, то это обязательно попадет в растения. И когда они придут кушать, они покушают и обязательно отравятся, даже если они живут в земле. Они же не землей питаются, они питаются соком наших растений. Ну я думала, что это понятно, но оказывается бывает и это непонятно. Вот еще раз говорю. Вот этими средствами, когда вы обрабатываете, они комплексные. Они убивают комплекс растений. Прочитайте на пачке, если написано. От тли, белокрылки, трипсов. Значит берите и обрабатывайте. Только еще раз уточняю. Посмотрите дозировку. Трипсы более концентрированные, нужен раствор. Тли более мягкий. Все, обработаете. Вот смотрите, даже сейчас буду показывать. Я вот когда обрабатываю, ставлю все. И пошла все подряд. Я не выбираю, есть там или нет. Я не буду смотреть под каждый лист. Это очень долго. Если где-то в одном месте есть, оно уже может переползти и дальше. Обработала всю рассаду. Все, подождите день-два. И посмотрите, если у вас остались те, которые вас беспокоили, если они есть еще, вот как я не знаю, кто там из земли вылазил, белокрылки у нее или кто. Ну, полейте тогда вокруг почвы, почву вокруг растения, вокруг корешка, где они у вас вылазят. Ну, вообще, обычно всегда хватает опрыскивания. Можно сделать через три дня контрольное опрыскивание еще раз. Тогда уже точно препарат попадет в сок растений. Это насекомое напьется, наестся и спокойно умрет. Все, ничего сложного в борьбе с насекомыми нет. Просто нужно знать, что там у вас. Ну, отличать. Или это тля, или это белокрылка. Они не похожи друг на друга. Посмотрите внимательно, там картинку в интернете найдите тли. Очень много фотографий тлей. И делать, это для чего я говорю, просто делать разную концентрацию. Потому что тля умирает от самой маленькой концентрации. Там достаточно ампулы на очень много. Вы все посадки можете обработать одной ампулой. Она стоит рублей 15. Это не, ну, недорого. Я вот беру фитоверм. Он, как, более мягкий такой, биологический. Я опрыскиваю, выжидаю 3-4 дня. И если еще что-то там шевелится, копошится, опрыскиваю еще раз. Я обычно не поливаю. Потому что поливать смысла нет. Все равно все это на листьях остается. И листья очень хорошо, как впитывает в себя этот препарат. И все эти твари маленькие, они поедят и умрут. Так, я даже еще не представляю, какой может быть еще вопрос после освещения этой темы. Так, препараты убивают не одно, а всех. Да, есть препараты универсальные, от 12, от 24 видов насекомых. Так что вы прочитайте, может быть найдете вообще какой-то универсальный препарат, который не надо даже менять дозировку. Просто делают ампулу на ведро. И прыскают все подряд, опрыскивают. И комнатные цветы. Да, подходит очень хорошо препарат, если в комнате вы опрыскиваете. Актелик. Он для комнатных горшечных культур и рассаду им тоже можно опрыскать. Он выгодно отличается тем, что его можно использовать в комнатных условиях, что он безвреден. Потому что многие препараты, которые сильнодействующие, которые убивают и гусениц, и тлей, и трипсов, они, конечно, запах у них нехороший, они токсичные. И в большинстве случаев рекомендуется в масках работать. Выбирайте, если вы не на улице обрабатываете, а в комнате, выбирайте более щадящие. И будете покупать, вы просто спросите, что мне нужно обработать в комнатных условиях. Вам посоветуют без запаха какой-нибудь нетоксичный препарат. Все, надеюсь на эту тему понятно, больше вопросов не будет. Но все-таки, если будут вопросы, можете задавать, но только в личную переписку. Я сейчас, к сожалению, в обсуждениях не могу присутствовать. Я все время в теплице, все время в огороде, сею капусту, там, рыхлю землю, копаю всю, таскаю. Мне совершенно некогда. В личную переписку, но только самые важные. И еще хочу попросить, перед тем, как хотите задать вопрос, почти все материалы освещены у меня на странице, в статьях, в видео. Посмотрите, пожалуйста, хотя бы заголовки статей и видео, потому что приходится отвечать на вопросы, которые уже освещены, о которых уже написано. Такие как, где вы храните зимой петунию? Снято очень много видео. Петуния в подвале, полив петунии, петуния зимой, хранение петунии. Мне еще раз не хочется сотый раз объяснять. Будьте добры, просмотрите сначала все заголовки видео и статей, и если вашей темы не будет, тогда уже задавайте вопрос. Не обижайтесь, ну правда некогда. И иногда даже, ну как, злит, что, ну вы зашли на страницу с этим вопросом. Ну киньте взгляд, там все написано, все рассказано. Вот по три раза одна и та же тема вся рассказана. Если уж там не будет этой вашей темы, тогда, пожалуйста, пишите. Все. Заходите, кто не в друзьях, на страницу. Чернова, Ольга, город Бийск, Алтайский край, 56 лет. Всех добавляю в друзья. Это выгодно тем, что все статьи, которые я пишу про борьбу с вредителями, про выращивание рассады, я сразу рассылаю своим друзьям в тот же день. И видео. Ну видео через день, через два, потому что видео загружается очень долго, и иногда не успеваю. Видео иногда выходит с опозданием на два дня, а статьи выходят сразу. Добавляйтесь, друзья. До свидания. Успехов вам в борьбе со всеми стлями, с белокрылками, с трипсами. До свидания.